16 марта, второй день выборов президента Российской Федерации. Избирательные участки открыты 12 часов с 8 утра до 8 вечера. И хотя в этот раз отдать свой голос можно дистанционно, популярностью по-прежнему пользуется очное голосование на избирательном участке. Кстати, их в Новосибирске почти 2000. Один из таких избирательных участков – гимназия номер один, где мы находимся. Мне 18 лет. Впечатления. Мне кажется, это очень важно, чтобы каждый отдал выбор за кандидата, которого он хочет видеть президента. У нас приходит огромное количество наших детей. Очень приятно их видеть. Дети приходят и те, которые закончили школу, и те, которые учатся у нас в 11 классе. Они приходят просто хотя бы, чтобы убедиться учителей, но и выполнить свой гражданский долг. Мы за них очень рады. Явка, мы считаем, неплохая. Может быть, хотелось бы и больше. Если бы не было электронного голосования, она была бы еще выше. Но мы надеемся, что еще придет много народу. Новое поколение, дочь моя проголосовала по новому уже. А я вот по старинке. Ну, я считаю, очень важно. Особенно в наше время, когда идет СОО. Это же все зависит от нас. Мы должны сейчас платиться, как никогда. Поэтому это важно. Процедура голосования полностью конфиденциальна. Кабинки, урны, система видеонаблюдения для своевременного выявления нарушений. Процесс контролируют наблюдатели и сотрудники полиции. Однако в этот раз вести любительскую съемку на участке нельзя. Даже СМИ для работы нужна специальная аккредитация. Предварительные результаты выборов главы государства будут известны уже в начале следующей недели. Напомню, в 2024 году выборы президента проходят в течение трех дней. Так что новосибирцев еще есть шанс отдать свой голос сегодня и завтра. Продолжение следует...